Здесь раньше ресторан был. Это бывший ресторан на вокзале. Мне здесь нравятся интерьеры. Жалко только, что там вот сверху убрали. Роспись была какая-то. Вообще здесь такое ностальгическое советское время. И меню такое же, как в Советском Союзе. Все нормально. Но давно не был я здесь. Однако заметил различия. Кипяток 10 рублей, извольте. Если хотите налить себе просто кипятка. Я спросил, можно ли просто кипятка. 10 рублей, да. Вот так вот. Капитализм работает, все правильно. 10 рублей кипяток. Еще меня удивило. Один кусочек хлеба здесь стоит 5 рублей. Я тут же буфетчицам предложил. Я говорю, ну а вы считаете, сколько у вас булка хлеба обходится? Они говорят, не считали? Нам это неинтересно. Я говорю, ну как же вам это неинтересно? Я вам могу такую хорошую идею дать. По дороге сюда на работу купите булочку хлеба, разрежьте ее на 18 кусочков. В булке хлеба 18-20 кусочков, как известно, да. То есть булочка хлеба будет 100 рублей. Значит, нарезку продадите, а себе 80 рублей положите. Вот если совмещать Советский Союз, СООК, и особенно совховы жители дураков, да, нас, меня в частности, да, совховы жители, вот, с капитализмом, то это, конечно, не необъятное поле чудес в стране дураков, да. Да, тут Сольда закопал, и потом на следующее утро приходи, откапывай, или нет, там, ну как, Буратино же не откапывал, он ждал, когда дерево вырастет с этим Сольда, да. Ну, по крайней мере, да, в общем, поле чудес нормально работает в стране дураков. Весело жить у нас? Нет, правда, мне весело. Я сейчас с ностальгией такое воспоминаю, как мы сюда по юности приходили водку пить. Кстати говоря, в это самое время, когда была вот эта борьба с алкоголизмом, да, вокзал было единственное такое цивилизованное место, куда можно было приехать и здесь напиться, по крайней мере. А на поезде мы всегда брали по ночам, вечером, в любое время. В ресторане, в вагоне-ресторане брали всякие водки, пиво там и так далее. В городе нигде не было никогда, да, но боролись же с пьянством. Вот. А на вокзале в ресторане, вот, было одно единственное место в городе, одно единственное. И выходили к какому-нибудь московскому поезду, подходили к вагону-ресторана, и там уже эти проводники или кто там местные выносили эту водку, пиво, коньяки, и все на свете. Ну, ничего, выкручивались. Интересные воспоминания. Ну, а если вспомнить там про таксистов, которые озолотились на этой антиалкогольной компании, отдельный разговор. Спасибо. 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 Спасибо.